Всем привет, ребята! Сегодня с вами Сева и добро пожаловать! Привет, ребята! Сегодня с вами Сева и добро пожаловать на мой канал, где я преподаю английский язык. Итак, сегодняшняя наша тема – это прилагательные на ED and ING, а также здесь будут правила и упражнения. Хочу всех поздравить тем, что мы перешли на новую главу. Глава называется «Имя прилагательные и наречия», и это наша сегодняшняя первая тема из этой главы. Итак, давайте приступим. Значит, смотрите, сегодня мы с вами разберем. Значит, смотрите, прилагательные на ED and ING, или же причастие, часто вызывают трудности в употреблении. Чтобы разобраться, когда употреблять прилагательные на ED, а когда на ING, нужно запомнить следующее. Итак, давайте обратим на желтую таблицу. Это наше правило. Это правило, когда употреблять прилагательные на ED и на ING. Значит, смотрите, прилагательные на ED характеризуют состояние предмета, или же человека. Пример, смотрите. Interested – заинтересованный. Tired – уставший. Значит, смотрите, здесь характеризуется состояние предмета, или же человека. Состояние – это, допустим, человека. Заинтересованный. Interested – уставший. Tired. Думаю, вы это поняли. А теперь давайте перейдем к следующему правилу. Итак, прилагательные на ING. Прилагательные на ING характеризуют качество предмета, или же человека. Пример. Interesting – интересный. Tiring – утомляющий. Итак, с вами мы разобрались с правилами, а теперь давайте перейдем к упражнениям. Adjectives – ending – E-D-ing. Прилагательные на E-D-ing. Упражнения. В первом упражнении нам нужно составить предложение из заданных слов. Сейчас я с вами разберу несколько предложений, а остальные я дам вам на дом. Итак, первое предложение. I was bored because the book was boring. Это наше первое предложение. А теперь мы с вами разберем, почему же я именно таким образом составила предложение. Давайте я еще раз повторю предложение. I was bored because the book was boring. Значит, I was bored. I was bored – означает «мне было скучно». Because the book was boring. Потому что книга была скучной. Давайте разберем с вами это предложение. Почему я в данный момент использовала I was bored? На данный момент я использовала I was bored, потому что это состояние, то есть мое состояние. Состояние человека. Из-за чего я добавила к прилагательному окончание «ed». I was bored because the book was boring. The book was boring. Книга была скучной. Значит, это качество книги. Книга была скучной. The book was boring. I was bored because the book was boring. Думаю, это вам понятно. Давайте с вами разберем второе предложение. My parents – мои родители. Значит, my parents, как я уже сказала, мои родители, будет – are worried. Значит, my parents are worried because the situation is worrying. Почему же я составила именно таким образом предложение? Дело в том, что my parents – это are, то есть их много. Это папа и мама. Это уже множественное число. Мы используем my parents are. Дальше мы используем worried, так как это их состояние. Они беспокоятся. My parents are worried. Because – потому что. The situation – ситуация – is worrying. Которая заставляет беспокоиться. Это качество ситуации. Думаю, мы с вами разобрали два предложения. Остальные я вам даю задом, чтобы вы все повторили. Итак, давайте перейдем к следующему упражнению. Итак, упражнение номер два. Выберите подходящее слово. Итак, первое предложение. Давайте попробуем с вами разобрать его. К примеру, I am interested in collecting stamps. Как вы уже догадались, это неправильный выбор. Так как здесь описывает наше состояние, то есть состояние человека. А как мы знаем уже с вами, когда мы хотим сказать что-то о состоянии человека, то к прилагательному в данном случае добавляется –ed. То есть это состояние человека. А точнее, здесь идет речь обо мне. Мое состояние. Значит, здесь мы добавляем –ed. То есть I am interested in collecting stamps. Я заинтересован в собирании марок. Штампы, но в данном случае это марок. Дальше, следующее предложение под номером два. Итак, сейчас мы с вами разберем, почему я использовала именно depressed. Обратите внимание, everyone – все. Все подавлены в ужасной погоде. Или же все переживают за ужасную погоду. Everyone is depressed. Это состояние всех людей. То есть состояние всех. Состояние нашего предмета. То есть, когда мы говорим о состоянии предмета, то мы к прилагательному добавляем окончание –ed. Из-за чего я сделала такое предложение. Everyone is depressed by the awful weather. Если бы мы с вами использовали бы everyone is depressing by the awful weather, получилось бы неправильно, так как здесь не говорится о качестве предмета. Здесь говорится о состоянии человека. Итак, думаю, дальше вы запросто можете справиться. Для тех, кто хочет сделать это все, то можете сделать скриншот и дома все повторить. Попробовать поставить правильно сами предложения. Итак, давайте перейдем к следующему упражнению. Итак, упражнение третье. Здесь говорится, что нужно вставить прилагательное из рамки в предложение. Вот рамка наша. Interesting, surprised, boring, interested, puzzled, boring, exciting и так далее. Сейчас мы с вами все разберем. Первое предложение. What program are you watching? Is it interesting? Какую программу ты смотришь? Это интересно? Обратите внимание, interesting. Здесь мы говорим о качестве этой программы. Или же канала. Из-за чего мы к прилагателям добавляем ing-овое окончание. Давайте перейдем к следующему предложению. I am going on a safari in Africa. Really? Я собираюсь идти в сафари в Африку. Really? Серьезно? How? Догадайтесь сами. Все верно. How exciting. How exciting означает как здорово. How exciting. Как здорово. Как вы уже поняли, он описывает это место, то есть качество. И мы говорим how exciting. Итак, следующее предложение. What time did you get home last night? I didn't know where you were. I was very... Давайте подумаем хорошенько и поставим правильное слово. Все верно. Здесь будет стоять worried. What time did you get home last night? I didn't know where you were. I was very worried about you. Итак, давайте постараемся перевести это предложение. Значит, переводим. Во сколько ты вернулся домой вчера ночью? I didn't know where you were. Я не знала, где ты был. I was very worried about you. Я очень беспокоилась за тебя. Итак, почему мы поставили сюда worried? Мы поставили сюда worried с окончанием ид, так как это состояние человека. То есть она беспокоилась за кого-то. Вот почему мы поставили с окончанием ид к этому прилагательному. Worried. Давайте еще раз повторим это предложение. What time did you get home last night? I didn't know where you were. I was very worried about you. Итак, это предложение. The children are... Давайте подумаем с вами, что же нам сюда поставить. Подумали? Вы молодцы. Значит, сюда мы поставим worried. The children are worried and they don't know what to do. Теперь такой вопрос. Почему мы сюда поставили worried именно с таким окончанием? Итак, worried, worried. Мы поставили bored именно с окончанием ид, потому что здесь говорится о состоянии детей. То есть им было скучно из-за того, что им не было... Нечего было им делать. Значит, смотрите. The children are worried and they don't know what to do. Детям было скучно, и они не знали, что им делать. Или же просто что делать. Давайте обратим внимание на пятое предложение. Давайте я дам его для вас. Вы можете хорошенько подумать, поставить правильное слово и, конечно же, написать в комментариях. Итак, давайте перейдем к следующему слову. То есть, извините, к следующему предложению. Давайте вы подумайте, что же вы можете сюда поставить. Все верно. Будет disappointed. I was disappointed with the film. I expected it to be much better. Итак, давайте переведем это предложение. Значит, I was disappointed with the film and I expected it to be much better. I was disappointed означает я разочаровался. With the film. Я разочаровался в фильме. I expected it to be much better. Я ожидал, что он будет гораздо лучше. Значит, здесь мы также использовали disappointed – это разочарован с окончанием идти, так как здесь состояние этого человека. Значит, он попал в отчаяние, то есть разочаровался с фильмом и то, что он ожидал гораздо лучшего. Итак, давайте перейдем к следующему предложению. Итак, I don't want to read this book. It's... Давайте подумаем и поставим правильно. Думаю, вы подумали и точно ответили правильно. И давайте теперь сверим ваши ответы. I don't want to read this book. It's boring. Если же вы сделали boring, то вы молодцы, и это правильный ответ. Почему же мы использовали boring, а не bored? Дело в том, что здесь мы описываем качество этой книги. И качество этой книги скучное. То есть... I don't want to read this book. Я не желаю или же я не хочу читать эту книгу. Она скучная. Качество этой книжки скучное. Из-за чего мы к прилагательному добавляем окончание инговое. Итак, давайте перейдем к восьмому предложению. The cartoon was very... Давайте подумаем. Если вы подумали, то вы молодцы. А теперь давайте поставим правильный ответ. То есть... The cartoon was very amusing. I laughed a lot. А теперь давайте переведем. Значит, мультфильм был забавный. Я смеялась. Или же я смеялся много. The cartoon was very amusing. I laughed a lot. Так, почему же мы поставили сюда amusing с инговым окончанием? Дело в том, что здесь мы говорим о качестве этого мультфильма. То есть, качество этого мультфильма смешное, забавное. Вот почему мы поставили к прилагательному инговое окончание. Так, следующее предложение. I don't want to go to the match. I'm not... Поставим, давайте вместе подумаем. Здесь будет interested in a verbal. I don't want to go to the match. I'm not interested in a verbal. Мы поставили сюда interested, так как здесь мы говорим о своем состоянии, то есть о состоянии этого человека. Он не интересуется матчами, тем более не интересуется футболом. Из-за чего он не пошел на матч? Значит, он не интересуется. Это состояние этого человека. Итак, давайте перейдем к самому последнему предложению. We were very surprised when we heard the news. We were very surprised. Так, мы также используем окончание ed surprised, удивлен, так как здесь говорится о нашем состоянии. Мы были очень удивлены, когда услышали новости. We were very surprised when we heard the news. Ну, на этом все, ребята. Если же это видео было полезным для вас, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь моими видео со своими друзьями, а также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе новых видео. на этом все, ребята. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok